Разрешение на реконструкцию площадки для отходов ЦОФ «Андроцит» не спрашивала ни у архитекторов, ни у экологов и санитарных врачей, не говоря уже о городских властях и местном населении. До ближайших домов около 500 метров. Жители поселка Ханжонково-Северный опасаются. Такое соседство с породным отвалом будет загрязнять воздух. В основном ветер идет оттуда, на поселок. Я инвалид и пенсионер от этой шахты. И дышать этим отходами очень хорошо. И тем более здесь, пускай хорошая, плохая жизнь, на поселке есть рождаемость, дети маленькие бегают. И чем они дышать будут? Поселка не согласна с тем, что производственные отходы обогатительной фабрики ЦОФ «Андроцит» будут сюда вывозить отходы своей производственной деятельности, которые способны самовозгораться и очень перенасыщены сероводородом. «Андроцит» уже однажды нарушила правила складирования породы. Горящий террикон два года отравлял воздух поселков Ханжонково и Объединенный. Представители фабрики убеждают, что такого не повторится. С разговора горит террикон, не горит. Давайте с поселка представителя. Я познакомлюсь с нашим терриконом. Я хочу показать их, как было и как сейчас. Сейчас террикон высота 84 метра, тушится. Гарантирую вам, ни пылинки, ни соринки на терриконе не будет. Горящий террикон, по мнению мэра, это жадность руководства фабрики, которая экономила на технологии размещения отходов. И сейчас верить обещаниям Александр Мальцев не намерен, так как изначально «Андроцит» нарушила закон. Мне ваш бизнес в структуре города Макеевки не такой великий. Это не градообразующее предприятие. И здесь я в любом случае выступаю на стороне людей, не на вашей стороне. Поскольку вы нарушили существующее сегодня законодательство. Вы не имеете сегодня абсолютно никаких решений. Вы взбаламутили сегодня весь район. Даже после запрещения работ породу продолжали сыпать, рассказывают жители. И только к приезду мэра прекратили. Нам на этом совещании нашем сказал, что и мэр запретил работы вести и все. Я еду назад, возвращаюсь, работа кипит. От рассвета до заката. Даже по субботам работают здесь и воскресеньем. Так к чему эти темпы? За две недели представители фабрики не смогли договориться с населением и убедить в безопасности отвала. Вы сегодня перед ними, кроме на пальцах и передо мной, вы же ничего не расскажете. Да, вот эта перегрузка туда вы будете возить. Вы покажите проект, в котором условия мы свои дадим. Согласуете с нами, мы по нему примем решение. И вы тогда людям покажете, что у нас есть проект. Вот он, который подписал институт, экологи, городской головой. Для вывоза породы необходимо сделать проект и получить разрешение из полкома на выполнение работ. Своё согласие на строительство и выбросы должны дать и местные жители. Теперь контролировать действия отцов антрацит будет Макеевская прокуратура. Елена Семёнова, Владимир Ребриков, Панорама.